ТЕМА 870 ЕДА КАК В ДЕТСКОМ САДУ Одна немецкая фирма, специализирующаяся на доставке еды на дом, ввела в свой ассортимент еду, которой кормит пассажиров на борту популярной немецкой авиакомпании Люфтганза. Как объяснило руководство компании, многие жители Германии с ностальгией относятся к еде, подаваемой на борту самолета, поэтому они будут с удовольствием такие блюда покупать. Я на самолетах не летаю, но лично я с ностальгией отношусь к еде, которую нам готовили в детском саду. В большинстве российских детских садов, даже сейчас, надеюсь, кормят очень хорошо. Рецептура блюд проверенная, ничего лишнего, все диетическое и достаточно вкусное. Борщ, запеканка, омлет, это наша классика. Вот я и подумала, если немецкие граждане ностальгируют по обедам из самолета, то наши люди, скорее всего, ностальгируют по еде из детского сада. Большинство из нас, а это несколько десятков миллионов человек, ходили в детский сад и пробовали эту еду. А что в детстве попробовал, к тому прикипаешь навсегда. Не зря очень многие люди до сих пор ищут в интернете рецепты блюд, которые им когда-то готовили в детском саду. Занимаясь одним кулинарным сайтом, я это заметила в отношении многих блюд. Не знаю, как в Европе, а в Америке люди не ностальгируют по еде из детского сада. Потому что, как нам рассказывала одна местная жительница, командированная для изучения американского опыта пребывания детей в детских садах, в американских детсадах еду для детей не готовят. Они ее сами приносят в виде готовых йогуртов и бутербродов. Бедные дети. Поэтому подобный бизнес в Америке вряд ли возможен. И именно поэтому мы оттуда этот бизнес до сих пор и не переняли. Но в России очень даже возможен. Тем более сейчас, когда сфера доставки еды на дом очень развивается, не только в Москве, но и в других российских городах. Мне, вот честно сказать, иногда не хочется готовить и я была бы рада, чтобы мне еду привезли на дом. Но ни пиццу, ни суши и ни нечто прочее экзотическое. Зачем мне эта заморская хрень, если я просто... Хочу поесть. Вот нормальную еду нам пока никто на дом не доставляет. В других городах, возможно, ситуация лучше. Учитывая текущий спрос на еду именно как в детском саду, судя по множеству поисковых запросов на эту тему, можно создать именно такой бизнес, по приготовлению и доставке детсадовской еды, или скооперироваться со столовыми, которые эту еду уже готовят по роду своей деятельности. Ведь вышеупомянутая немецкая компания сама свои воздушные обеды не готовит, берет их в той же фирме, которая готовит еду для Люфтганзы. Эта еда понравится не только тем, кто ностальгирует по детсадовской еде, но и тем, кто хочет кормить своих детей нормальной едой, а также тем, кто просто хочет питаться здоровой пищей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok